Всем привет! Лето, пора приятных вылазок на природу. А мы не обсуждаем китайские туристические товары. Давайте хотя бы на ложку вилку посмотрим. Бонусом под катом печь щепочница. Характеристики товара со страницы товара, в комплекте есть тканевый чехол для хранения, внешний вид и размер и толщина металла, логотип на Али есть похожее без лого. Масса для титановых изделий основное преимущество, хотя, это по большей части панты. Как у велосипедистов гонка за весом байка. Это по-настоящему нужно только профиком. Взвесил, ради интереса столовую ложку, 50 грамм. В руке лежала бы идеально, если бы была на 15 миллиметров длиннее, такая же ложка вилка у меня с зимы и проверена во многих пеших ПВД, по ходах выходного дня, сколько коробок дошиков ей съедено на природе. Полезный столовый прибор, кинул в рюкзак и не думаешь чем есть на природе. После еды салфеткой протер и спрятал в чехол. Печь щепочница, для экономии времени, которого летом всегда не хватает, я решил взять готовые чертежи на печку. В сети такого добра много, я выбирал тут. Взял самую мелкую по размерам, мне же для велопоездок, конечно, можно сделать из консервной банки, барабаны, стиралки и прочего, но я работаю на заводе и владею магией ЧПЛ. Печку сделал из одного миллиметра полированной нержавейки на станке гидроабразивной резки, облагораживаем, весит печка 350 грамм и помещается в компактный чехол. Бабушка когда-то много таких нашила, у меня есть более компактные и быстрые решения, для того чтобы погреть банку консервов, сухой спирт и таганок. Но в этот раз захотелось именно теплой ламповой печки. В середине долгой лесной поездки на электровелосипеде сделал привал. Растапливаю печку, грею консервы, перекус и дальше кататься. Процесс сборки печки и ложка есть на видео, спасибо за внимание. Удачных покупок, пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...